очередные 33 тысячи треть миллиона треть миллиона избавляемся от парши яблок порши считается одной из самых опасных болезней вызывая вызывается грибком поражает парша листья цветы плодоножки первые признаки заболевания можно заметить по появлению бурового налета на листьях затем листья высыхает становится коричневым и опадает виноват у них это парша парша влияет на качество плодов вот что интересно да вот деревья допустим 10 деревьев вот им 5-10 лет нет ни одной поршинки вы помните предпоследняя зима твой предпоследнее лето пред уже нет уже пред предпоследний со страшными холодами после лета с весны до осени постоянной сыростью постоянными дождями и я вам показал что нету никакой парши нету она должна была все уничтожить а потому что санта здоровый и вот здесь все получается наоборот обвинили паршу до этого когда посадили дерево не отрезали половину значит сразу все миллионы деревья посаженные сразу с автоматом просто взяли с коричневыми корнями не обрезая хотя бы пол кроны посадили все перед вами коллега 2 миллион 2 миллиона 3 миллиона все считайте парша обеспечено а мне и нет дальше начиная с того что не зная причину что сперва деревья начинают гибнуть гибнут листья гибнут эти самые плоды то есть гниют плоды потому что дерево больно а парша появляется потому что это ее работа и получается вместо того чтобы это знать и понимать начинается первая обработка вторая обработка и делать нечего чем вот этим заниматься и потом самое страшное начинается вот дерево уже больно шанс остался такой не трогать его не трогать вспоминаю за мою жизнь несколько сотен а в тысячи раз я говорю чек жал все дерево больно не трожьте когда прислали фотографии где-то я говорил у вас гниет основание штамба туда воды стала поступать сока отколею два раза меньше ну что делать видно что корневая шейка и основание сама гниет ну давайте уже я говорю отрежьте верхнюю половину кроны не хватает силёнок вот это то можно понять ничтнете ни нижней ветки отрезать а уж тогда целях профилактики верхнюю часть отрезать а здесь что проветривание взять пододелать рано-рано-рано-рано-рано они сосуды перерезают смотрите надо пониже они сосуды перерезают дальше неглубокая перекопка да хоть какая перекопка что ты заделал что ты сделал еще что заделка опавших листьев есть три линии обороны первое дёрн он должен быть такой что даже вот лопату рядом ткнуть нельзя уже рано дёра этом сам уже рано это дёрн это особая стать стадия это особая часть природы это именно как это кожа земли кожа 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 да вот второе опавшие листья они гниют с выделением тепла какой нахрен заделывать и уничтожить заодно идёрн и листья как опавшие листья которые служат как будто вы не знаете что окисление идет с выделением тепла вы никогда не задумывались почему папа под этим под снегом так тепло всегда бывает минус 40 метров снега капляша там уже стоит или просто там температура чуть-чуть и не плюсово вот это вот делать нехрену мысли только потом как бы статью написать начинали конечно вот отсюда все это давно было придумано это все делать нечего пересаду перекопать это 40 похерели на зиму лишить дерево этим теплозащитным слоем перед морозом это что и где вы видели зимующие споры парши которые надо обязательно уничтожить такой страшной ценой ценой каторжной работы по уничтожению дёрна я значит и деревьев ну вот это пропускаю в нас мало времени другой раз как нибудь я только покажу знаете что мне надо пойти чайку это можете прочитать пока я чайку наливаем это просто я не буду сейчас делать а вот я только сяю на дверь обратно и 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 Пусть Сарство Небесное сказал, я уже рассказывал об этом. Можете меня позорить, Валерий Константинович, ну пусть все знают. И сам сделал фотографии. Фотографии дебильнейших саженцев. Вот. Дебильнейших. Потом он взял книгу, пункт за пунктом, и начал их уничтожать своими руками. Я почему-то говорил, но в данном случае я выбрал одну фотографию. Вот то самое бороздование. Тут плюс еще несколько приемов. И сад уничтожен 6 миллионов своими руками. Продолжение той статьи. Запомнили, там треть миллиона, может уже полмиллиона. Вот просто взять, убирать лишние архивы, разгружать внизу, осветлять забыщенные места. Вот. А потом появляется после вот этих вот, вот таких вот, разрешено калечить деревья. Вот. И вот эта милая дама, одна из тех, кто благодаря своим знаниям, она вообще не садовод и полный ноль. Даже минус, то есть, а вред, ни одного слова полезного она не произнесла в своей жизни. Только один вред, я прошу удовольствия, да? Вот. И книгу написала. Вот. Вот спросите, она черта, она вот эту фотографию разместила. Зачем? Вот эта ветка была отрезана. А? И вот это использует свою, как бы это называется, харизму. Вот. И чем ты харизматичнее, тем больше от тебя вреда получается. А теперь смотрите ещё. Вот. Внимательно смотрите. Итак, речь идёт о чём? Формировать или обрезать яблоки можно разными способами. Сегодня мы покажем, как можно формировать в виде чаши. И вот люди, которые это смотрят, они не видят ничего. Им приказано вот эту ветку отрезать. Посмотрите. Он не просто отрезал. Он изуродовал всё дерево. Вот это вот страшная рана. Вот это вот способ, когда вертикальная ветка отрезается. Получается чаша. И считается, что это хороший способ. Что вот это будет продолжать жить. Ещё ближе показать. Вот это обвинение. Да что же это делается на свете? Ты же дерево изуродовал. А теперь учишь 16 тысяч подписчиков. Ну, разве так можно? А вот эти вот люди, которые ничего не знают, не понимают, что вот эта дама. Вот. Лезут у учителя. Вы понимаете? Она энциклопедию написала. Раньше энциклопедия была святое слово. Там энциклопедия – это 100-200 профессоров во главе с 50 академиками отшлифовывает каждое слово. Вот человек любит убираться лечить. Вот вначале бы ты сказал, вот именно сказал так. Вот какой-то негодяй или там просто неграмотый человек взял и искалечил дерево. Он это не говорит. Он использует его для того, чтобы взять и лечить его. А видите, раны страшные. А видите, а вот сюда посмотрите левее. Там уже голое это, что выглядывает. Дерево искалечия дониза. Все его это, измажешь. А это наши поливки. 900 тысяч просмотров – это значит было пару лет назад. Сейчас третий миллион. Я не могу успокоиться, у меня их 11 тысяч. Вот. А у него получается… Так, 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 10 тысяч. 10 миллионов – это тысяча. А у него в 500 раз больше. И получается, смотрите, вот отдать себе отчет, что вот эти вот обрезка для начинающих, любая вот эта обрезка, даже снижение кроны, она ничего не дает. Вот, понимаете, никогда вот все эти любители учить и резать не понимают, что любая ветка, если обрезан не полностью, даст 2-3 ветки. 2-3 ветки, 2-4, в среднем 3. Три ветки дадут 9. 9 дадут 27, каждое 3. 27 умножаем на 3, уже около сотни. Вот перед вами картинка. Они этого не видят в упор. Они не знают, что если даже не резать, а просто гнуть, все равно выбросят вертикальную ветку, причем густо-густо. Они не знают, зачем деревню нужна крона, крыша. Ничего не знают. Вот и написал «Времена бракобесия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова